Да, я считаю, да. Это, наверное, уже завтра будет, опять же, тотально. Это именно, да, здесь больше о регенерации разговор, конечно, но это абсолютно правильно, еще делая работы когда-то тотальные, продонтологические, с временными коронками, мы делали таким образом зубосохраняющие операции на парадонте, на зубах, когда средняя, тяжелая степень парадонтита, утрата, да, до 2-3 костной поддержки. Сначала делали временные ортопедические конструкции, на них оперировали, и пациент жевал на них постоянно. Великолепно им просто это давало результаты. Мы ничего не ждали, никогда там что-то застабилизируется, нечего, это шинирующая ортопедическая конструкция и тотальная парадонтология. Это давало действительно максимальный результат и очень длительная ремиссия парадонтологическая. У меня наблюдение лет 15-17 таких пациентов, мы не потеряли ни одного зуба до сих пор. То есть длительная такая хорошая ремиссия, да? Да, я это связываю с правильной жевательной эффективностью и с тем, что люди сразу начали жевать. То есть этот комплекс, мы нанесли травму, запустили процесс регенерации, и он сразу начал работать во всех. Если он мертвый опять будет стоять, да, там что-то может пойти не так. Вот, поэтому говоря о том, о методиках, они разные есть. Опять же, переимплантид пока малоисследуемая область, поэтому кто-то, кто как принимает для себя решение, так ведет этих пациентов. На мой вкус, вот с зубами лучше, пусть с временными, но с зубами пациент уходит. Я тоже близка к этому, если это возможно. У вас же многие, кто работает и как ортопеды, и хирурги, да, поэтому, наверное, когда это все в твоих руках, это проще сделать. А формировали формирование сочных часов как использовали? И использовали или вообще? Да, использовала, ну и были, по-моему. Кёрвит, да, он был. Ну, что-то я в общем не оценила, у меня и так все затекало везде. Я вот, да, я как-то все время стараюсь упрощать. У меня и так такие сложные бывают работы, что я уже как-то стремлюсь все время все вот это меминизировать, чтобы и травма была как-то... Ну, не пытались удивить. И вот эти вот навороты все, они уже как-то... Вот пошло сознание вот этого. То есть хочется как-то стабильной, хорошей, просто прогностишной работы. Зимова, они попытались что-то удивить, Зимова, но там немного сложнее. У меня есть пациенты, которые благодаря этому имеют несъемные конструкции. Это специфические манипуляции, вы вот очень правильное слово сказали. Я считаю, что туда нужно иметь очень-очень-очень такое тщательное планирование, чтобы, да, подготовительный этап. У нас просто пренебрежение этим этапом. Я не знаю, как в Краснодаре. А в Петербурге у нас несколько врачей занимаются установкой зигомы. Я их всех знаю и знаю, кто как работает. И я была на этих операциях и видела, как бывает, когда не получается поставить прямо во время операции. И почему это получается недодиагностировано, когда не просчитаны правильно параметры с головы отростка и так далее. То есть есть очень многие нюансы. Я считаю, что эти операции надо очень тщательно планировать. Они спасают каких-то пациентов, у которых не остается выбора вообще ни на что. У которых невозможно провести по каким-то показаниям костно-пластические мероприятия. Ну а чего их обсуждать? Зигомы есть, ее ставят. Она работает. А остальное вопрос к врачам, которые применяют данный метод. Потому что чаще всего осложнения, вызванные зигомами, это недопланированная работа. Мы завтра просто будем говорить о фенотипических планированиях. Я коснусь и этой темы в этом вопросе. Да, вот у вас есть визуализация. Вот вы и пишите. А сколько мы можем оставить, сколько можно оставить, как бы, или париться? Он в Закеле, да, как-то оставил, оставляет. Нет, а... Весь имплантат, вообще весь имплантат заголен, он его закрыл, все. А что значит оставить? Нет, мы это... Нет, мы говорим о том, что мы это лечим, все. А, то есть мы лечим? То есть вы имеете в виду какой-то длинный, возможность заголить кости, чтобы... Визуализация имплантата, это когда вы открыли лоз. В швейцарце тогда будет, два года, два назад. Это можно даже, это замечание, у меня есть доктор в Владивостоке, очень такой известный. Он эту проблему решает так. Он препарирует имплантат, вот оголившийся имплантат, и он препарирует ниже уровня десны. Да, просто... Да, я знаю это. И производит парадонтологическую... И международную... Спиливает? Да, он делает, как Астра выпустила имплантаты со своими шеями, и он просто и формирует со своими шеями. Да, и все. Даже Жусев Андрей Иванович тоже такое делает. Я знаю, я видела эту работу, я так никогда не делала. Я тоже не делала, но есть, получается, я видел... Это тоже решение лечения переимплантатов. Это тоже решение лечения переимплантатов имеет. Я с самого начала... Будем разбирать каждый индивидуальный, потому что нет и протокализации процесса. Да, это коммерция, друзья, у меня вот это... Ну, то есть, грубо говоря, одна треть. Мы можем раз это... Пожалуйста, берите. Одна треть еще у вас заделите кости, конечно, берите. Вестибулярная, если небольшое, узура, да, в кости, но это же не показания подаления. Вы можете это вообще мягкими тканями решить. Это даже, как бы, не требует... Если у вас, давайте так, одна треть, 10 миллиметров длина какого-то среднестатистического имплантата. Что такое одна треть? Это 4 витка. По сути-то. Ну, это, конечно, еще зависит от того, агрессивный, да, там, потому что больше шаг этого витка, если он пассивный, то он так не будет. Меньше шаг витка, но тем не менее. Это атрофия без резорпции костной ткани. Когда этот атрофический процесс проходит, собственно, слизистой, то мы должны, в общем-то, что, создать прикрепленную десну, увеличить объем. Может быть, самый различный вариант иметь. Вот эта атрофия, она и к сосочку тоже имеет отношение. То есть, вы должны тоже понимать, что это не то, что только где-то аббатмент у вас торчит. Если у вас атрофия сосочка в области имплантата межзубного, это тоже переимплантит атрофический. Потому что по причине того, что у вас нет там прикрепленной десны, от того, что ушел костный пик между зубовым имплантатом, например, или между двумя имплантатами, есть полная утрата сосочка. Это тоже хотелось бы решать. Иногда это решают ортопеды, создавая при этом розовое вот это керамическое десно на коронках. Иногда это решают хирурги. Это уже будет выбирать ваш пациент. Это такие нетерминальные состояния, когда, в общем-то, вы по договоренности с пациентом принимаете решение, каким вы путем пойдете, хирургическим или ортопедическим. Конечно, это всегда эстетика, поэтому это нужно заниматься этим. Здесь вопрос решается очень просто. Здесь берется всегда аутотрансплантат. Он подсаживается в той или иной степени, когда, вот мы с вами разбирали вчера про отсутствие сосочка у пациента, в каком-то двухэтапном ключе или в одноэтапном ключе, можно туннелем, карманом радски его подсадить, как вы захотите. Это зависит от того, какой у вас дефект. Если у вас дефект вертикальный, то предпочтительнее сделать корональное смещение, так как мы разбирали сегодня утром, с короткой коронкой, потому что только так вы можете переместить ткани вниз, потому что какой бы трансплантат на имеющуюся высоту вы не ввели в туннель, он там и останется. Он создаст прикрепленную десну, но вниз он не переместится. У вас не изменится высота клинической коронки, да, и у вас не вырастет там сосочек, потому что его только нужно обязательно куда-то двигать дальше будет вниз. При атрофии с резорцией костной ткани мы, честно говоря, из всего, что я вычитала и высмотрела, везде делается НТР. Во всех костных дефектах везде делается НТР.